Президент Шавкат Мерзиёев провел совещание по вопросам модернизации сферы геологии, привлечения инвестиций и расширения геологоразведочных работ. Поручено сформировать и передать зарубежным инвесторам перспективные участки, усовершенствовать систему геологической разведки и налогообложения с учетом международного опыта. Отмечена важность широкого привлечения иностранных инвесторов к онлайн-аукциону по 31 участку и месторождению стратегических полезных ископаемых. Половина работы в геологической сфере должна быть направлена на занятия инвестициями. Без привлечения инвестиций ситуацию в геологии не изменить. Вместо беспредметных планов, обещающих результат в отдаленном будущем, необходимы краткосрочные, конкретные и результативные планы, подчеркнул президент. 2021 годы мы получили результаты. Захири, тулы, месы, ураны, коржа, рухы, все, что есть. Но мы можем помочь. Мы должны помочь для народа. Мы можем помочь. Мы получили результаты. Я лога сахаска. Келгусил канча болады. Нама тачриба орттурдик. Нефтигаз бойча. Захираларымыз нуктай назарда. Кандай чарлар корамыз. Узбек нефтигазге. Кошумча. Истыгбалны майданларны. Ачратыш бойча. Анық таклиф керек. Ейн катта масала. Кадрлар масаласын. Бойча. Киян. Рецеларымыз. Нама натэча берады. Ракамлаштырыш. Бринчик кварталда. Ракамлаштырыш. Бринчик адамларына койса. Кин асаррау болады. Адам амылы кэм болады. Назарат күшлі болады. Сыфат башқа че болады. Ва праварт мақсат елі екену болады. Мутлақа башқа болады. Келгуси ел шукумге нема нәрге герешеміз. Захиралар кандай болады. Хамма сахалар болады. Нәрге с 22 40 км марды. Нәрге низрегені. Ме кер тыжай үшлі болады. Хайпырыш. Бұхалық тіүсі бәлшіл. Мیاңыз басты үшлі болады. Поставлена задача разработать совместно с ведущими аудиторскими и консалтинговыми компаниями дорожные карты трансформации действующих в сфере государственных предприятий. Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для сферы, развитию геологической науки. Поставлена задача привлечь к деятельности Института УЗГЕОРАНГМЕДЛИТИ зарубежную компанию с передовым опытом. На совещании ответственные лица представили информацию о предстоящей 2021-2022 годах работе.